В рамках празднования Дня Народного Единства специалисты молодежного центра приглашают всех горожан поддержать участников соревнований по автокроссу, а любителей адреналина и самим испытать себя на трассе. Когда состоятся соревнования и кто выйдет на старт, выяснил мой коллега Максим Швец. Соревнования по автокроссу всегда привлекают большое количество как зрителей, так и участников. Что касается вторых, то они с нетерпением ждут этого события и заранее подготавливают свои автомобили. Владимир Машков в гонках принимает участие уже не в первый раз. Самое главное, это то непередаваемое ощущение, когда стоишь на старте и ждешь отмашку. Масса хороших ощущений, адреналин в том числе. Гонка это гонка, это целый день гоняешь. Впечатлений до следующих гонок хватает. Всем рекомендую. Что касается трассы, то она уже подготовлена. Вернее была, пока погода не преподнесла свои сюрпризы, говорит директор молодежного центра Игорь Воробьев. Но это явно не помешает проведению соревнований. Ведь уже заявилось более 15 человек для участия в гонках. Благодаря организациям нашего города, которые поддержали нас и предоставили технику, на сегодняшний день трасса уже частично подготовлена, несмотря на погодные условия такие. И до старта самих гонок у нас будет она уже тоже прочищена, для того, чтобы ребята смогли спокойно осуществлять заезды. Соревнования будут проходить на загородной трассе в районе полигона для сбора ТБО. Каждый желающий может принять участие в гонках, но для этого необходимо соблюсти ряд обязательных правил. Участники же у нас это 18+, те ребята молодые, которые имеют водительское удостоверение и имеющие подготовленные автомобили безопасности, у которых специально сконструированный кузов, который в случае опрокидывания переворотов не дает причинения какого-либо вреда человеку. И любую информацию получить, позвонив в молодежный центр 53538-53535. Соревнования по автокроссу состоятся в воскресенье 5 ноября в 12 часов дня. Организаторы уверяют, что большое количество положительных эмоций гарантировано всем без исключения. Максим Швец, Эдуард Захаров, программа «Время местное».